Всем привет! Если вы будете смотреть через VPN мои видео, круто, топ, вам большое уважение и большое спасибо от меня, конечно же. Также, когда я узнала эту новость, да, в телегам-канале я решила пошутить, что типа, ну всё, теперь я могу снимать, что хочу. Как бы монетизации нет, какая разница, типа, буду снимать, что хочу, что нравится. И это, кстати, действительно так. Когда, как не сейчас, начать вести просто какой-нибудь новый формат, да? То есть, да, помимо музыкальных видео, я теперь буду снимать ещё просто рандомные видео, которые я хочу снимать. Так что, когда, как не сейчас, начать, да, делать какой-то новый контент, новый формат, попробовать, почему бы и нет. Так что, никаких рисков, you know. Знаете, я в последнее время особенно часто задумываюсь о том, какие глупые покупки временами я совершала. То есть, по-любому, вот у каждого есть такие вещи, которые вы покупаете, а потом, что это, зачем я вообще это купила, зачем мне это надо? И одна из моих таких бестолковых глупых покупок это... Это вот это. Это мыльница, камера. Кто-то скажет, ну это же прикольно, типа, делать ретро-снимочки и так далее. Он может делать вот так. Купила я её на каком-то сайте, типа, Авито или что-то типа того. Первое время, естественно, я фотографировала на неё достаточно много, потому что, типа, это прикольно. Вы скажете, а что ж ты не прикрепила фотографии, которые ты сделала на эту камеру? Это хороший вопрос. Именно потому, что я их ещё не распечатала. Да, эта камера лежит у меня больше года. Хотите, вас щелкну? Давайте щелкнемся. Я уже представляю лицо человека, который будет печатать эти фотографии. Что она вообще делала? Следующая бестолковая вещь, которую я купила, это... Вообще, на самом деле, это подставка для... Зачем мне это? Дэдпул пульта-держатель. Я его использую для того, чтобы он держал мне пульт. Ну, тут, как бы, сами понимаете, да, прикольная, но какая-то немножко бестолковая вещь. Типа, зачем это? Типа, это не обязательно пульт, может быть. И, да, кстати, самое интересное. Пульт я обычно кладу просто вот так рядом. Типа, дэдпул саид, пульт лежит рядом, потому что он обычно падает вот так. Прикольный, но бесполезный. Следующая вещь, о которой я жалею, что я вообще это купила... Сейчас я ее вам принесу. Это целый ящик. Бестолкован бесполезных вещей. Сейчас, это чуть попозже. Я купила себе зачем-то огромное количество баллонов с краской. Я просто граффити художник. Я просто ван-дор какой, судя по количеству этого добра. Все. Вы скажете, зачем тебе баллончики с краской? Ты что, тайно рисуешь граффити по городу? Нет, я этим не занимаюсь. Я на самом деле думала, я прям с полной уверенностью думала, что я нарисую себе картину. Есть там и доказательства. Я купила себе и холст. У меня есть холст. Как видите, он пустой. О, вау, это же как бубен. А, собственно, что оно просто так лежит, да? Где вот этот звук, когда... Во. Еще вонять будет. Все любят сердечки. Все. Не все? Я все равно нарисую сердечко. Искусство. Боже, вы знаете, как это воняет. Господи, фу. Зато теперь у меня есть картина. Но, как вы понимаете, выбросить это я не собираюсь. Я не знаю, зачем мне это. Может, пригодится. Продолжаем тему художеств, да? Я же у вас художник. Я заказала кучу маркеров на Алиэкспрессе. Да спасибо, я знаю, что у меня напоминание тут какое-то. Потрясающе, офигенная коллекция маркеров. Алиэкспресс. На самом деле, они не такие уж и плохие. Хочу я вам сказать. Это они соответствуют тому, что на колпачке. Определенно точно. Вообще не. Что-то ими делать можно. Но это не самый лучший вариант. Не знаю, зачем я их заказала. Потому что, на самом деле, у меня есть другие маркеры. И я рисую все-таки только ими. Это ужасно. Это ужасно. У меня есть еще вот такая же штука, в которой я храню все для рисования. Как будто, знаете, я не блогер, который рассказывает про знаменитости обычные. А блогер, который, ну, типа, рассказывает про что-то, про творчество, про хобби. Потому что... Look at this. Господь. Застем мне все это. Своё оправдание я скажу, что на самом деле я действительно рисую в своё свободное время. Так что это всё мне надо. И это тоже. Это всё моё. Мне надо это. И это всё правда. Я рисую. Вот доказательства. Кстати, бобра я нарисовала маркером из Алиэкспресс. Цвет не соответствует действительности, но по факту результат-то ничего. Ничего. Я правда рисую. Я рисую не так много, насколько много у меня маркеров. Но я считаю, я считаю, что все они мне нужны. Холодожник. Я просто так, на самом деле, отвлекаюсь и расслабляюсь. Мне нравится рисовать. Да. Ещё одна совершенно бестолковая вещь. Я её купила миллион лет назад. Это укулеле. Я вообще практически... Да, я вообще не играю на ней. Я умею что-то там играть, но... Ну, на укулеле, на самом деле, не так уж сложно научиться играть. Поэтому, если вы вдруг хотите научиться играть на укулеле, это просто. Так что не переживайте. Почему я на ней не играю? Потому что в качестве хобби я выбрала, видимо, из саваня. Следующая вещь о покупке, которой я жалею, но не совсем. Это... Я же сёрфер ещё, кстати. Это баланс-борд. Это для того, чтобы тренировать баланс-баланс. Но, как вы понимаете, она обычно стоит вот так вот. Сейчас я покажу, как она работает. Если я не упаду, это будет просто чудо. Наверное. Очень устойчивая конструкция, конечно, да. Очень я попарюсь. Я носки в козят. Ну, вы поняли, да, что... Я на этом почти ничего не делаю. Я смогу. Попылка номер 200. Могло быть и хуже. Вот так, да. Я жива. Кофеё. Продолжая тему того, что я художник. Как думаете, что у меня есть ещё? То, что я вообще не использую. Я купила это. И я считаю, что это полнейший бред. Потому что я это не использую. Короче, ещё одна покупка, которую я жалею, это... Чё надо поискать, чтобы это найти. Это... Вот этот вот блокнот. Я просто переиграла в игру Uncharted. И я видела, что главный герой там постоянно записывал, что это в дневник. И я такая, вау, это так круто. Я тоже хочу дневник. И откроем мой дневник. Ус. Я даже что-то купила. Все вот эти побрякушки, вот это вот всё, что есть в этом дневнике, это я тоже дополнительно купила к этому дневнику, в котором из написанного просто ноль. Какая-то карточка. Ой, это динозавр из Макдональдса. Даже я же охочусь за динозаврами. Вот я сейчас даже на эти листа его мне так нравится, но я не знаю, что здесь делать с этим всем. Типа, прикольные листочки. Классно. Вау, крафтовая бумага. Можно записывать какие-то тайны про пиратов. Классный пиратский дневник. Вот что я могу сказать. И вот эти вот тоже штуки какие-то всякие к этому всему. Она даже не распакованная. Ну, господи, зачем? Давайте прицепим, кстати. Или нет? О, что? Мне лень. Мне слишком лень. Не, ну согласитесь, выглядит вообще на самом деле прикольно. То есть я вот так смотрю, вообще классно, да. Записать бы туда что-нибудь. Но мыслишек ноль. Ещё одна вещь об губке, которой я немного жалею. Это комикс «Сквозь снег». Сколько раз я его открыла? Как вы можете посмотреть на этой странице? Она даже хрустнула. Нисколько. Мне очень нравится сериал на Netflix «Сквозь снег». И я, когда была в Питере, решила, мне надо. Мне надо это купить. Мне срочно это надо. Вообще просто не открывается. Комикс просто не открывается. Интересно, он интересный? «Это «Сквозь снег» и в нём 1001 вагон». Наверное, интересный. Кстати, может, прочту? Может, это видео замотивирует меня что-то делать? О, смотрите, что у меня есть. Аллазерс Визерин. Следующая вещь, которую я купила, и сейчас думаю, что мне это нафиг не надо, но выкидывать как-то жалко, это «Нерф». Детский пистолетик. Этот пистолетик в своей жизни я использовала только для своих видео, песни, которые звучат одинаково. Вот столько раз я использовала этот пистолетик. В обычной жизни я с ним, как вы понимаете, не играю. Типа, мне не с кем. Пишите в комментариях, какие вещи есть у вас, которые вы не используете. То есть, типа, вы купили, как бы, да? Потому что «Прикольно, мне это надо!» «А зачем мне это надо?» «Не знаю». Я уверена, что у каждого есть такие вещи. Да. Совершенно бессмысленные, но прикольные. Подрешите, понравился ли вам такой свободный формат видео. Надеюсь, это видео помогло вам расслабиться, немножко узнать меня. Мы с вами знакомимся. Да, здравствуйте. Блин, когда я играю с этой уточкой, моя собака все время почему-то думает, что это ее игрушка. Но я такая «А-а-а, это моя!» Да. Нет. И обязательно смотрите видео с VPN. Включайте VPN и смотрите мои видео. Вот такой вот совет и просьба даже, я бы сказала. Вот. С вами была Джейн Кравец. Пока! Подписывайтесь на телеграм-канал «Дом знаменитостей», потому что, чтобы не потеряться, да? Пока!